Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео мы разберемся с характеристиками смартфона Oppo R17 Pro. Тройная камера, сканер отпечатков пальцев в дисплее и 8 гигабайт УЗУ. 23 августа 2018 года китайская компания Oppo представила новый смартфон под названием R17 Pro. Это топовая модель, главной особенностью которой тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев в дисплее. В продажу Oppo R17 Pro поступит в октябре месяце. Его розничная цена составляет около 625 долларов. Ну а теперь давайте поковыряемся во внутренностях, рассмотрим железо и полные характеристики Oppo R17 Pro. Сети технологий GSM, CDMA и так далее, в том числе 4G LTE. Это хорошо. Корпус габариты 157,6 на 74,6 и на 7,9 мм. В принципе нормальный такой аппарат по толщине. Масса аппарата 183 грамма, довольно-таки легенький, будет хорошо работать на стабилизаторах трехосевых электронных. Цвета выпуска градиентный, фиолетовый, синий. Симки Dual SIM, Nano SIM, Dual Standard Bug, гибридный слот. Дисплей тип AMOLED Multi-Touch 16 миллионов цветов, но это конечно AMOLED это хорошо. Размер 6,4 дюйма, это примерно 85,9 процента от общей площади фронтальной поверхности. Хорошее соотношение. Разрешение достойнейшее. 2,340 на 1080 точек. Соотношение сторон 19,5 к 9. Плотность пикселей 402 ppi. Защита у нас стоит. Это у нас стекло. Применяется Corning Gorilla Glass 6-го поколения. Прекраснейшая вещь. Платформа. На борту стоит Android 8.1 Oreo и оболочка ColorOS 5.2. Процессор. Достойнейший, прекраснейший процессор Qualcomm Snapdragon 710. Он у нас восьмиядерный. Это у нас в состав входят два ядра Creo 360 Gold с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 ядер Creo 360 Silver с тактовой частотой 1,7 ГГц. Достойнейшая железка. Будет тащить все игры, если честно. Графическое ядро Adreno 616. Тоже достойно. Память на борту. Слот для карты памяти имеется. Он понимает 256 гигабайт. Вместо второй сим-карты стоит. Запомните. Ну и внутренняя память достойнейший 8 гигабайт оперативной и 128 встроенной флеш-памяти. Камера. Камера у нас довольно-таки приглядная и очень интересная. Основная она тройная. 12 мегапикселей объектив f на 1,5. Прекраснейший. Вариометр стоит до 2,4. 26 миллиметров эквивалент. Следующие 1,2. То есть матрица применяется 1 на 2,55. Зерно 1,4 нанометра. Хорошее зерно для темных кадров очень хорошо подходит. Фазовый автофокус. Система оптической стабилизации изображения. Прекраснейшая вещь. Плюс 20 мегапикселей объектив f на 2,6. Автофокус. Плюс TOF 3D камера. Прекраснейшая комбинация. Очень интересная вещь. Особенности светодиодная вспышка. Панорама HDR. Видео снимается в стандарте 2,160p со скоростью 30 кадров в секунду. 1080p со скоростью 60 или 120 кадров в секунду. В стандарте 720p съемка ведется со скоростью 240 кадров в секунду. Хорошая вещь. Фронталочка достойная. 25 мегапикселей. Объектив f на 2. Эквивалент 20 миллиметровой камере. Особенности съемочка HDR. Видео снимает 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Стандартный вариант. Вполне хватает. Звук. 3,5 миллиметровый разъем имеется на борту. Это очень хорошо. И имеется система активного шумоподавления с выделенным микрофоном. Переходим к рассмотрению коммуникаций. Здесь тоже очень достойнейший набор. Wi-Fi ABGN AC двухдиапазонный Wi-Fi Direct Hot Spot. Bluetooth тоже с хорошей версией 5.0. GPS понимается все. А GPS, GLONASS и так далее. На борту радио FM нет в наличии. Но имеется система NFC. Очень хорошо для России. Это очень хорошо. USB Type-C имеется с поддержкой OTG. Тоже хороший набор. Рассмотрим давайте, ребятки, датчики. Датчики у нас следующие. Сканер отпечатков пальцев. Встроен в дисплей. Современнейшая штука. Также имеется акселерометр, радиодатчик близости, компас и так далее. Следующая аккумуляторная батарея. Она у нас несъемная, литий-полимерная. 3700 мАч. В принципе, нормально. Выдержит где-то день-полтора. Железно. Поддерживается быстрозарядка Super VOC. От 0 до 40 процентов зарядочка проходит за 10 минут. Достойные показатели. Ну и цена в евро примерно 550 евро. Я думаю, в эту цену, в принципе, нормально вколотили хороших качеств данной железяки. Ну и в конце наша задача сделать общий вывод. Итак, Oppo R17 Pro, пожалуй, один из самых интересных аппаратов китайского бренда. Как в плане дизайна, так и в характеристик. А это точно. Дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев занимает почти всю фронтальную панель. Уже ставшую привычной Monobro, производитель заменил на небольшой каплеобразный вырез для фронтальной камеры. Уже легче, это точно. А в отделке корпуса используется металл и стекло с градиентной окраской. Перечислим плюсы данного аппарата. Большой дисплей видно. Встроенный дисплей, сканер отпечатков пальцев. Прекраснейшая вещь. Чувствуем. Стильный дизайн. Двойной аккумулятор с быстрой зарядкой. Это тоже хорошо. Много памяти. Ну и тройная камера. Это фишка данного аппарата. Минусы всего лишь один маленький-маленький. Это гибридный слот. Необходимо выбирать между второй сим-картой и картой памятью microSD. А также железяка достойнейшая, достойнейшая, если честно. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info. Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. С нами будет интересно.